Добрый день, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас! Вы смотрите «Город женщин». И сегодня моя великолепная команда, не перестаю твердить об этом каждую среду, это Мария Куницкая, я Дарья Анкехова и Бема Лазарева также с нами. Но сегодня она у нас в заграничную поездку уехала. Она как эфир с нами. Да, ну она в любом случае, она где-то рядом. Ну и, конечно, ее рубрику сегодня проведем мы с Машей вдвоем. Ну что, Машенька, сегодня у нас очень интересный такой эфир. Прямо все про женщин, все для девушек, все-все-все вот прямо для любимых нас. А я бы, знаешь, такой небольшой эпигров сделала. Наряд – это предисловие к женщине, а иногда и вся книга. Мы поговорим о нарядах. Вот именно с этого афоризма мы и начинаем наш эфир. Ну и начнем, раз мы о нарядах, решила я посвятить эту рубрику «Скоро весна», весне и тому, что нам хочется на себя одеть. Мы сегодня будем разбирать такую вещь, как выкройка для себя. Очень важно, бывает невозможно построить выкройку. И мы сегодня принесем жертву моде. Мы сегодня… Прямо жертву? Да, мы сегодня жертвуем мужской футболкой. Ой, давай. Как обычно. В общем, у кого есть мужские футболки в доме, можно будет пожертвовать. Вы можете на себя создать идеальную выкройку. Просто идеальную. Но для этого вам нужна будет подруга. Это я? Ну, конечно. Ну, я хотела на тебя одеть, но я тебя пож... Слушай, давай на тебя одень. Слушай, давай. Маша, сейчас все у меня вылетит. Нет, нормально, давай вот так. Боже мой, что делает эта Куницкая вообще? Какой-то ужас. Отлично, одевай рукава. Что ты будешь… Замечательно, мы тебе выкройку будем делать. Прямо резать меня будешь? Нет, я тебе резать не буду. Я буду резать футболку. Ой, ужас. Вот мы, значит, вам нужно обязательно надеть на себя футболку. И первое, что сделать так, вот так встань, чтобы было видно. Неважно, задом или передом вы одели ее. Нам надо будет отрезать рукава по плечу. Вот у Даши плечо вот здесь вот. Мы его отрезаем. Ну, не плечо отрезаем, естественно, а футболку отрезаем. Так, мы отрезаем. Вообще, на самом деле, это один из самых дорогих методов, называется методом наколки. Им пользовалась Любовь Орлова, Марлен Дитрих. Это был очень дорогой голливудский метод, который потом вот Любовь Орлова приняла себе. И на Кузнецком мосту, на Кутузовском, нет, на Кузнецком, правильно, было ателье, которое она все время посещала. И вот именно там ей делают. Вот теперь смотрите, у нас должна быть выточка. И мы берем футболку и в месте, где у нас грудь, закалываем. Потому что футболки, они все шьются без выточки, да. Мы закалываем выточку. Грудь. Да, мы закалываем грудь. Дальше. Совершенно верно. Только не прокали, пожалуйста. Да. Мы можем здесь делать, вот допустим, здесь видно, что грудь вот, да. Мы можем вот так, оп, здесь подрезать. Не страшно. А то потом придется к доктору Казанцеву обращаться. Да. Если ты же хотела. Поэтому теперь нам нужно, значит, любая выкройка должна быть облегающей. Уже вы, когда вы делаете какое-то изделие, ширину вы задаете позже. Она должна быть облегающей. Поэтому мы тебе закладываем боковой шов. Вот. То есть, по сути, это ты что делаешь-то сейчас? Это я тебе выкройку делала, которая будет персональная, личная твоя. Ты берешь потом ее, накладываешь на изделие, на ткань или на что-то. И просто уже готова и можешь... А, все поняла, чтобы проще было и лучше сидела. Да, совершенно верно. О, бог ты мой, дошло. Теперь, смотрите, теперь нам нужно вот здесь немножко заколоть, чтобы было идеальное облегание. Вот мы делаем это. Вот так вот. Так, и теперь мы ищем талию. На этой футболке можно все рисовать. Проблема. Так, подожди, нет, нет, вот у нее талия, вот она прямо сквозь. И мы прямо-таки рисуем. Вот так можно на этой футболке все, что буду делать. Теперь уже она нужна. То есть, тут отметили талию? Да, совершенно верно. Все, это талия. А дальше шьем платье. Нет, теперь мы все это снимаем с тебя. Подожди. Тихо, 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 тихо. Ты как-то это резко шевелишь возле меня этими большими ножницами. Ножницами, а не ножницами. Ударение в другом месте. Ты мне горловину сделала. Да, вот, все мы отрезали. Теперь плечевой шов нам нужно ровно сделать. Вот он у тебя вот здесь вот. Все, смотрите, мы подрезали. Так, все. Теперь снимаем. Не для слабонервных, в общем. И отрезаем по уровню, где у тебя вот здесь были твои булавочки. Даша, все, переснимаем. Ох, большая ножницы, ножницы везде. Так, и вот смотрите, у нас получилось вот такие два залома. Мы теперь складываем, где я отметила горловину. Вот центр твоей выкройкой. Выкройки. Стоп, убери. Обрезаем вот этот не лишнее. Мы сложили пополам. А, ну то есть понятно уже, какой у меня обхват. Да, да, да. Все. Вот. Теперь у тебя даже есть выточка. Выточку мы берем вот так, складываем. Да. И разрезаем по булавкам. С ума сойти, Маш. Я вот никогда не додумалась бы. Ты вот прям портниха еще та. Так, и вот здесь, где у нас талия была, мы делаем надсечку. Вот так, где вот мы провели линию. И вот эти выточки вот так вот делаем. Вот так вот. Ну что, покажи итог. Сейчас, подожди. Отрезаем все лишнее. Можно уже эту футболку на тряпочке. А вот у нас будет выкройка. Так. Выкройка. У нас уже получилась выкройка. Машенька, давай. Ой, ну у Маши здесь, в общем, чудеса происходят за стойкой, как обычно. И все самое, самое интересное, и самое главное, что она все это доступным языком показывает и объясняет. И это действительно работает, да, Маш? Да, это выкройка, выкройка, наколка, и потом можно... Маш, ну мы посмотрим, какая выкройка будет у тебя в конце эфира. Ну а сейчас, дорогие телезрители, внимание на экран. Каждая невеста мечтает о романтическом путешествии. Свадебный салон «Анна» исполняет ваши мечты и дарит путевку на двоих в самый романтический город мира – Париж. Купи свадебные платья и стань участником розыгрыша. Проведи свой медовый месяц в Париже. Окунись в атмосферу любви и романтики. У нас вы найдете огромный выбор свадебных платьев. Любая невеста найдет свое платье мечты. Не упусти свой шанс выиграть путевку на двоих в Париж. Салон «Анна» Аюнского, 3 и ДЦ «Проспект», 4 этаж. Итак, дорогие друзья, мы неспроста поставили этот видеосюжет, потому что сегодня в нашей студии будет просто потрясающая коллекция из салона «Анна Вечер». И для того, чтобы познакомиться с этой коллекцией, сегодня к нам в студию пришла Дарья Соколова. Дарья является известным стилистом. Дашенька, проходите. Здравствуйте. Приветствуем Дашеньку. У нас прям сегодня Даша, Даша и Маша. Прям одни... Красота. Да, да, да. Такие прям имена созвучные, да? Дарья, здравствуйте. Здравствуйте. Вы сегодня представляете интересы магазина «Анна Вечер», да? Да. Вот скажите, сезон у нас сейчас, во-первых, выпускный. Конечно. Во-вторых, свадьба не за горами, да? Конечно. И, конечно, работа ведется полным ходом. Вот что актуально сегодня? Именно давайте начнем первое с вечерних нарядов. Ну, если говорить про вечерние наряды, то, конечно, сейчас появился тренд на... Снова, точнее, он вернулся на королевские наряды. То есть какое-то время же он уходил, пришел такой минимализм, даже где-то было что-то такое более женственное, более вычурное что-то, да? То сейчас это все отходит, а второй план, сейчас снова все хотят быть принцессами. Принцессами. Все снова хотят быть королевами. И вот, например, тренд недавно сдала Меган Маркл, да, допустим, на своей свадьбе. Все, наверное, видели, что она была в удивительном платье. Вроде бы оно было и красивое, и изысканное, но при этом оно было в стиле минимализма выполнено. То есть вот эти все моменты сейчас очень актуальны. Также, конечно, всегда будут актуальны различные вышивки, кружева, поскольку в этом всем есть такая утонченность и нежность, да? Ну, как мы все же женщины, мы все к этому стремимся, мы все хотим показать, какие мы нежные натуры на самом деле. Дарья, а что касаемо вот именно цветовой политики, цветогамма, что актуально сегодня, вот именно если мы рассмотрим, наверное, ну, свадебные-то это понятно, да? Ну, конечно, традиционно белые. Определенный цвет. А что касаемо вечерних платьев? Если говорить про вечерние платья, конечно, мы не исключаем черные классики, да, но сейчас, я думаю, стоит переходить на более яркие оттенки, которые все-таки подчеркивают индивидуальность. Или же, допустим, наоборот, выбирать пастельные тона, потому что все-таки то нежность, о которой я упоминала ранее, она отлично сочетается, да, с пастельными оттенками. Это нежно-голубой, пыльная роза сейчас всем так полюбившаяся. И, конечно, это насыщенные яркие оттенки. Синий электрик, это может быть красный яркий такой, да, цвет розы. Это могут быть какие-то природные оттенки того же самого зеленого, как мы с вами сегодня. Да, да, да. Да, и вот подобные цвета, конечно, сейчас в тренде. И также отлично сейчас такой цвет, который называется коралловый, да. О, красивый цвет. Да, очень красивый цвет. Он, конечно, не каждой девушке идет, но всем, кто идет, должны этим безумно градиться, я думаю. Ну вот, если мы все-таки сегодня необходимо просто дать небольшие такие лайфхаки или советы при выборе платья, на что нужно обращать внимание? Самое главное. Вообще, самое главное при выборе платья, это то, куда вы в нем пойдете. Да, да, да. Для начала определитесь. Да, сначала нужно понять, где вы будете, с кем вы будете, какое впечатление вы хотите произвести на людей. То есть, понятное дело, что вы, если вы идете на тот же самый выпускной, вы хотите быть там самой яркой, самой красивой, то есть ваше платье должно быть видно издалека. Если мы говорим, что мы идем, допустим, на юбилей или на праздник, нужно понять, к маме мы идем на юбилей, на свой юбилей, или может быть это просто коллега, да. Соответственно, наряд может быть скромнее, если вы не прямой родственник человеку, у которого праздник, да. А то придешь на праздник как звезда, да. Вот, да, или если пришел на свадьбу, то платье лучше, чем у невесты, но так же нельзя. То есть, нужно понимать, куда идешь, уместность, это самое главное. И, конечно, должно отражать нутро. То есть, вот это вот внутреннее состояние, чувства свои, то есть, которое должно вас отражать. Это очень важно. Это очень важно. А вот если переходим к свадебной тематике, да, ну, здесь все-таки все классика, классика, или сейчас есть что-то такое интересное, что вы могли бы посоветовать невестам? Вообще, сейчас, что касается свадебных платьей, рамок, опять же, уже нет, они стерлись. Конечно, традиционные платья в пол, платья королевских нарядов, они никуда не уходят, и они остаются и будут, потому что есть роскошная свадьба, соответственно, платья должны быть роскошные. Но сейчас есть такой тренд на винтаж, есть тренд на лофт-стиль, какое-то индустриальное что-то. А есть девушки, которые предпочитают быть на своей свадьбе, допустим, в брюках даже. То есть, так можно делать, это не запрещено, потому что это ваш праздник, делайте, что хотите. То есть, главное, предупредите всех, чтобы они не были лучше, чем вы, все остальное нормально. Отлично. Ну, свадьба, конечно, это требует подготовки долго, да, выбора. Мы все-таки уже не первый год сотрудничаем с магазином «Анна Вечер», и знаем, что ассортимент в этом магазине, но он поражает, он радует глаз. И вы, наверное, как стилист уже поработали, да, с этими именно платьями. Вот именно у них есть ли какие-то сейчас акции, потому что это ведь немаловажно? Да, конечно, акции есть. Акции есть для девушек, которые готовятся к выпускному. То есть, при покупке платья на выпускной девушка участвует в розыгрыше на, то есть, макияж, прическу и полный лук. Это же очень здорово. Вообще, можно еще и случайно победить, и вообще весь образ. Весь образ получить. Также для девушек, которые приобретают свадебное платье, они участвуют в замечательной акции, это путевка в Париж, то есть, для вашей пары. Мне кажется, это очень здорово, я очень жалею, что в свое время такой акции не было. Отлично. Ну что, дорогие телезрители, сразу после рекламной паузы мы посмотрим на очень красивые платья для выпускных, на праздничные вечера. Ну, и, конечно же, свадебная тематика мы никак не можем обойти. В этом нам поможет Дарья Соколова, а также магазин «Анна Вечер». Но будет красота неописуемая, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами обязательно. После рекламы мы вернемся в эту студию. Сегодня мы говорим о женской моде и о красоте. Поэтому будьте с нами. Итак, мы продолжаем эфир «Города женщин». И сегодня мы говорим о моде, о стиле. И сегодня у нас в студии известный стилист Дарья Соколова, которая сегодня расскажет нам и покажет, как правильно выбрать платья на выпускной, на свадьбу, на праздничный вечер. Ну, в общем, подготовит нас. И поможет «Анна Вечер». И, конечно, в этом нам поможет магазин «Анна Вечер». Ну что, Дарья, вам слово. Мы представляем, наверное, в начале, мы покажем, какие должны быть правильные, красивые выпускные платья. Верно, верно, конечно. Итак, модели в студию. Такие у нас замечательные девушки. Мы презентуем с вами выпускные платья. Посмотрите, как это выглядит. Столько плотина, такая прелесть. Это, да, это шикарно. Это легкость, нежность. Конечно, каждая девушка, да, в свой праздник хочет быть принцессой. И тем более, что выпускное платье, это же неповторимое платье всегда. Да, один раз в жизни выпускной. Вот. Так же, как и свадьба, кстати. Да, да, да. Нам везет. У нас много мероприятий. Какие нежные оттенки. Это вот про то, что вы говорили, Дарья. Это все верно, да. Это как раз те самые пыльные, это нежные оттенки, это вот такие нежно-голубые приглушенные. Они очень хорошо подчеркивают юность. Юность, свежесть, нежность. Да, свежесть, нежность. То есть вот эту невинность, которая так присуща все-таки только вот в этом, наверное, шикарном возрасте, потому что потом все равно институт и так далее и тому подобное уже не до этого взрослее. А сразу слова в песне вспомнились, там совершенно неприличные слова. Так, очень красивые вот именно цветочки. Все цветочки, все вот блестит. Да, все блестит, это вышивка, это все индивидуальная работа. То есть понятное дело, что для каждой девушки, девушка каждая может себе подобрать что-то под свой характер. То есть может кто-то любит розочки, а кто-то любит лютики, как говорится, а кто-то незабудки. Но при этом это все оттеняет, может оттенять цвет глаз отлично. Они, знаете, они диснеевские, я бы сказала. Точно, точно, правильно. Совершенно такое. Да, вот эти все валанчики, да, вот эти все объемные рукава напоминают нам наши сказки, наше детство. И я думаю, что каждая девушка может облачиться в такое платье и ощутить себя особенной. Потому что в школе сейчас школьная форма, много формальностей, хочется вот чего-то другого. Ну, другое как раз у нас там уже стоит, так что девушки, наверное, могут нас покинуть уже. Ну, принцессы, принцессы. Ждем мы следующие наряды ярких оттенков, я думаю, что сейчас мы так же все порадуемся. Вот, сразу цветовая гамма поменялась, и картинка резко изменилась, да? Конечно. Но это не наряды для девушек смелых, для девушек... Более чем. Да, у кого огонь в глазах, огонь в движении, да? То есть, конечно, когда вы выбираете платье на выпускной, обязательно учитывать тот момент, что вы будете всю ночь в нем. То есть оно должно быть легкое, для того, чтобы можно было чувствовать себя комфортно. Плясать от души. Плясать, конечно. Но при этом не нужно забывать, что фотки в Инстаграм делать надо, классно выглядеть надо. И для этого, конечно, нужно, чтобы было ярко. Все эти вышивки, они также отлично оттеняют цвет кожи, да? То есть подчеркивают вот эти индивидуальности, делают девушек более дерзкими. А вот, допустим, красный образ, он тоже больше похож на принцессу, да? Ну, согласитесь, какая это принцесса? Он очень латинский. Да, да, да. Латинос. Хочется, да. С муглым девочкам хорошо. Да, очень красиво смотрится. И вот наша модель здесь как раз органично очень смотрится. Я думаю, что в этом платье можно будет отлично провести вечер вообще и быть самой яркой. А мне кажется, его еще и потом одеть можно, да? Куда-нибудь такое оно. Да, конечно. Кстати, вообще эти платья, они подходят для будущей носки. Да, возможно, потому что это может быть вечерние наряды. Это может быть даже какой-то театр или бал, или, возможно, праздник, юбилей, а или свадьба по-другому. Один раз приобретешь на выпускной, и потом будешь еще носить на такие торжественные мероприятия. Да, но только надо помнить, что поправляться нельзя. Да, да, да. Это будет таким символом, да? Да. Отлично, следующий имя. А там еще что-то у нас такое блестящие красивое. Да, здесь у нас непросто. Девушки приходят на свой праздник не одни. Девушки приходят на свой праздник всегда с мамами. А мама – это человек, который пережил все эти годы. Школьные, да? Школьные. И в выпускной тоже мама переживает. Конечно, там слезы, там такое, все, ребенок вырос. И, конечно, мама тоже должна быть классной. Мама должна олицетворять семью, как вот, что наша семья интересная, что наша семья достойная, красивая. И наши мамочки сегодня вот выглядят следующим образом. Сейчас очень в тренде накидки, кейпы. И вы можете обратить внимание, что в серебряном платье есть вот такая вот накидка. Ее можно будет носить и после. Она съемная. Она съемная. То есть и платье после останется в стиле минимализма. Его также можно оставить и носить в дальнейшем. Также здесь у нас отражен тренд плессировка и очень интересный прозрачный ремень. Ремень, опять же, съемный. Его можно носить и в дальнейшем, в повседневной жизни. Обратите внимание, да, на розовом платье такой прозрачный ремень, да? Вроде такая... ПВХ-шный. Да, да, да. И такой, знаете, нюанс, но очень прям в тренде такой. Да, это тренд, это стиль. Я думаю, что каждая девочка будет гордиться своей мамой, когда мама придет и сразит всех на повал своим шикарным нарядом. Да, но опять же эти платья тоже годятся и для других выходов. Верно. Мне еще платья с цветами нравятся. Да, платья с цветами очень классные, особенно в летний период можно надеть, да, на какое-то мероприятие. А подобные платья, допустим, вечерние, также хорошо пойдут в дальнейшем на праздник, на юбилейный корпоратив. Ой, мне уже захотелось, чтобы быстрее бы дочек у меня. Ну и вот у нас в рояль кустах там еще один. Ой, следующий. Да. Ну а там уже красота неописума. Там все как облака. Мне захотелось, чтобы у меня дочка уже закончила 11 класс, а она только в первый пошла. А здесь мне захотелось под венец, девочки. Снова замуж, да? Просто увидев платье от Анны вечер, хочется изменить свою жизнь резко. Ну смотрите, чем хороши данные платья, да? Тем, что это все-таки все очень индивидуально. Здесь есть и стразы, это все, они блестят, очень красивая вышивка. Эта вышивка, опять же, вся сделана ручной работой. То есть такое, неповторимые наряды, да, что вы где-то еще их уже не встретите. Тем более, опять же, как мы говорили, что свадьба это раз в жизни, и девушка должна быть особенной. Второй раз вы уже не надеете. Да, да. Значит, надо первой быть так, чтобы все запомнили и никогда не забыли. Также сейчас в тренде диадемы, различные яркие аксессуары на свадьбу. Об этом не стоит забывать, что образ должен быть целостный. Вот, также можно скрыть какие-то нюансы фигуры за счет объемных каких-то рукавов там и так далее. И различных корсетов. Я думаю, что девушке этот момент... Да, корсет это очень актуально. Да, корсет это нужная вещь. Поэтому я думаю, что здесь есть и минимализм. Интересные рукава, да, на второй модели, прям такие прям объемные и креативно, да, так очень? Мне кажется, да. И также подчеркивает бюст очень красиво. Да. То есть вот... У меня вообще состояние такое, как будто я... Я прям готова... Я млею. Нет, а вот мне как-то вот по душе третья модель. А мне нравится первая. Я, видимо... Мне тоже нравится первая. Для меня это такой минимализм, так скромно, но со вкусом. А мне надо все и сразу. Сюда даже можно добавить какую-то накидку тоже. В принципе, не противоречит. Да, конечно. Конечно, можно. Дория, а вот подскажите, пожалуйста, вечный вопрос. Длина свадебного платья. Она должна вот по полу... По полу волочиться. Волочиться или... Сейчас уже нет. То есть сейчас можно увидеть на модных показах именно свадебных. То есть и короткие платья, и длинные платья. Даже есть сейчас и прямые платья. То есть уже все не важно, чтобы все было пышно. Опять же, масштаб мероприятия очень сильно играет большую роль. И то, где вы играете, на улице свадьбы или в помещении. Потому что сейчас много же уличных свадеб в эко-стиле, да. То, конечно, там иногда, может, в летний период нужно, чтобы покороче, полегче было что-то. Но я думаю, что в таких нарядах девушки также будут выглядеть неотразимо. Замечательно. Спасибо, девочки. Красота неописуемая. Напоминаю, дорогие телезрители, о том, что все модели были представлены нам от салона «Анна вечер». Поэтому, если вдруг вам что-то понравилось, прямиком в этот магазин вам помогут опытные продавцы-консультанты. И, конечно, вы приобретете платье своей мечты. Даша, ну вот, все-таки по советам, да, говоришь, нужно определиться с тематикой вечера, да? С темой, конечно. А по поводу размера. Вот все-таки платье вечернее, если оно немножко большеватое, это норма? Смешно, смотрите, да. Да, конечно, смотрите, в нашем магазине есть такая услуга, как подгонка платья по фигуре. Потому что, понятное дело, что нервы, стресс, можно резко похудеть, можно чуть-чуть поправиться. Это нормально, такое случается. Поэтому, конечно, данная услуга есть, можно всегда подтянуть платье за некоторое время до мероприятий. И я думаю, что это очень здорово. И возможность такая есть. Да, такая возможность есть у каждой клиентки «Анна вечер». Вот жалко, не видят наши операторы, но девочки в свадебных платьях просто такой селфи настроили. Тут такое сфотографирование. За кулисная жизнь началась. Бэкстейдж, это самое главное. Бэкстейдж совершенно верно. Отлично. Операторы сейчас просто все отвернутся и будут смотреть на девочек, которые там позируют. Поэтому нам нужно привести их чувства. Ну что, спасибо большое, Дарья, что сегодня погрузили нас в эту замечательную атмосферу. Красоты. Красоты, радости. Праздника, радости. Платья, кружева, все. Захотелось и выпускного, и свадьбу, и все. И, конечно, мы благодарим салон «Анна вечер» за предоставленные возможности увидеть красоту воочию. Ну что, и напоминаем вам о том, что выпускные не за горами, свадьбы тоже берите своих родных, близких, подружек и прямиком на выбор своего платья. К тому же можно подогнать по фигуре. Подогнать по фигуре. Отлично. Спасибо. А мы продолжаем наш эфир. Итак, мы продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Мы с Машенькой сегодня вдвоем напоминаем, что наши Бемы Лазаревы, к сожалению, нет с нами, но мы эфирим. И ждем ее. Отлично. Ну что, Маш, мы поговорили сейчас о красоте платья, все воздушное, но не забываем о том, что себя-то нужно держать всегда в форме. Да, и чтобы в это платье влезть, обязательно нужно облюсти фигуру, конечно. И, конечно, сейчас очень-очень много различных фитнес-залов, различных программ и диеты и так далее. Но сегодня мы поговорим об очень интересном направлении. Это национальный проект Саха Этнофитнес. Маша, что-нибудь слышала по этому? А, ну, про само название Этнофитнес я знаю. Это как направление в тренировочном процессе, когда ты выбираешь движение, свойственное какой-нибудь национальной культуре одной, и делаешь их упражнениями для поднятия тонуса, так сказать, поддержания формы. Да, есть такое. Есть такое. И сегодня в студию мы пригласили Людмилу Павлову, а также Татьяну Корякину. Они у нас являются активистами национального проекта Саха Этнофитнес. Здравствуйте. Добро пожаловать. Проходите. Здравствуйте. Вот, видно, колоритные дамы, да? В красивых нарядах пришли, холода. Так, ой, очень красиво, да, все. У нас сегодня прям красота и атмосфера. И такие платья все. Здравствуйте. Добрый день. Людмила Татьяна, расскажите, пожалуйста, что за направление такое Саха Этнофитнес, и вообще кому пришла идея создать это вот именно в нашей республике? Это движение у нас появилось в 2017 году. Проект работает уже два с половиной года. Основателем этого проекта национального Саха Этнофитнеса автор этой идеи культуролог, проектировщик Федорова Ирина Владимировна. Ирина Владимировна. То есть тогда, да, в 2017 году ей пришла идея, да, такая, и она нашла единомышленников. Это же нужно какую-то группу создать людей. Это, знаете, у нее был дипломный проект, да, вот именно по традиции Саха Этнофитнеса. И, а как вы туда попали, вы сразу откликнулись, или сначала еще, наверное, засомневались, что это такое, или как? Чисто случайно по WhatsApp увидела танцующую девушку, рисунок, рекламу, и сразу позвонила, и туда пошла. Ой, а у меня сразу вопрос. Это только к девушкам, да? То есть мужского Этнофитнеса вы еще не продвинулись для этого? Пока еще нет. То есть, а теперь для простого телезрителя расскажите, как проходят, ну это, наверное, это же не тренировки, не назовешь их тренировками, а что это? Время препровождения, или как вот все это у вас проходит? У нас, значит, занятия проходят в спорткомплексе Дахсун три раза в неделю. Мы занимаемся, ну, танцами, да? Танцы. Тут человек приходит любой, возраст любой, да, могут маленькие девочки, могут женщины, могут девушки, да, и на ограничение нету на здоровье, да, вот если он больной или как. Он просто человек, этот, берет свою интенсивность нагрузки сам, да, как бы, и движение, и чистоту, например, да, посещение может тоже выбрать, да. Отлично. Ну что, мы, конечно, посмотрим, что же такое сахает на фитнес сразу после рекламной паузы, вернувшись в студию, ну и напоминаем вам о том, что не переключайте ваши телевизоры, оставайтесь с нами. Итак, мы продолжаем наш эфир, и до ухода на рекламу мы говорили с вами о таком движении, как Саха Этнофитнес. И в студии у нас уважаемые гости, это Людмила Павлова, а также Татьяна Корякина. И вот мы поговорили все-таки, как создалось, да, это у вас движение, а вот сколько человек сейчас примерно занимается вот Саха Этнофитнес? Да, и сколько групп? Ну, сначала было 10 человек, потом прибавилось 20-30, а сейчас уже расширилось, и где-то в республике 800 женщин. 800 женщин занимаются, да? Ну, они, наверное, ходят по своим группам, да, значит, несколько групп. А вот скажите, а вы сказали, что возраст не помеха, да, то есть любого возраста, даже можно и с немножко с отклонениями по здоровью, да, с такими терпимыми, да, но вы больше танцуете все-таки? Да. Или это физическая нагрузка тоже? Есть, бывает, физическая нагрузка. Болит? Болит тело-то после таких тренировок? Все тело болит, но это надо терпеть. Терпеть. Да, терпеть надо. Тогда после этого уже все. А тренеры, кто у вас выступает тренерами? Терпеть-терпеть, инструкторы там. Инструкторы есть. Как много штатов у вас? У нас семинар проходил в марте месяце, да, и вот сертификаты инструктора получили несколько девушек, и они могут свободно как бы посещать по всей республике, делать семинары, мастер-классы. А, то есть это, наверное, и есть у вас планы, да? 800 человек по всей республике? Это по всей республике. По всей республике 800 человек. Мы вот выезды организовывают девушки, мастер-классы проводят по улице. Да, я вот случайно увидела в интернете, да, вот фотографии, кстати, сейчас могут телезрители видеть, как все у вас проходит. Вы ездите и на Ленские столбы, и там, значит, да, вы занимаетесь. И вы езжаете на какие-то достопримечательности. Это здорово. Вот какие основные цели преследует вот это ваше именно движение? Ну, основной целью, конечно, является возрождение традиций и мировосприятие республики Саха, народа, да, вот с помощью вот этого занятия, которое основано на этнических началах, как бы, движения, да, вот получается. Поэтому... Ну, именно поэтому и объединяются люди под... Да, действительно, сохранение, да, нашей вот самобытной культуры, ну и, конечно же, пропаганда здорового образа жизни, правильно? Здоровый образ жизни, конечно. Танцуя, занимаясь вот именно этнофитнесом, можно и культурно себя, да, облагородить, и, конечно, еще и физически. Да, что там, наверное, знаешь, уже какая-то и семейственность, да? Да, у вас, наверное, уже как семья большая. Вообще, когда люди танцуют, танец как-то всегда объединяет, сам по себе танец объединяет, а здесь, наверное, еще, когда интерес присутствует какой-то, то, наверное, вдвойне. Скажите, вот многие телезрители, наверное, сейчас думают, а как же к вам присоединиться? Я тоже хочу состоять вот именно в этой группе Сахаэт на фитнес. Ну, у нас неделю три раза проходит это занятие, среда, суббота, воскресенье. Вы можете нас найти в Дохсуне, спорткомплекс, подойдите туда. Да. А наличие национального костюма обязательно или нет? Ну, это не обязательно. Это не обязательно. Но национальный костюм дает, как бы, вдохновение, что ли. То есть лишний раз еще подчеркивает, наверное, все-таки, потому что красота движений тоже подчеркивается. Ну, мне кажется, нужно сначала прийти на ваши занятия, а затем, наверное, и приобрести себе шикарный наряд. Ну, вот я вижу, там девушки стоят в национальных костюмах, может быть, они нам что-то показывают? Мы приглашаем в студию именно еще нескольких активисток Сахаэт на фитнеса, и они покажут, как же проходят у них эти занятия. Музыку. Музыка. 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 Даша, ты знаешь, на самом деле, мы сейчас разговаривали, пока шел, так сказать, показной выстреливание. Вот эти простые движения, на первый взгляд, между прочим, если ты соблюдаешь осанку, если ты не опускаешь руки, и вот эти вот приставные шаги, это вообще-то основа очень многих аэробных нагрузок. Действительно, да. А тут еще и с танцем такое настроение позитивное, да, и, конечно, это хорошая физическая нагрузка, да. А тогда вопрос такой, сколько идут ваши занятия по времени? Вот я тоже хотела спросить. Вот так же плясать-то, наверное, часто? Да, где-то час. Без перерывов? Час, десять минут. Где-то, да. А какой-то разогрев традиционный, или это все как бы постепенно... Все постепенно идет, да. Постепенно движение в танце. Я даже вот за год, да, вот уже полтора года, получается, на один сантиметр выросла. Да выросли? Да. Ну, вы, знаете, я вот хотела отметить, когда вы зашли в студию, вот совершенно царственная осанка, потому что, конечно, это, видимо, вот эти движения, это почти танцевальный балет такой, где плавность, где надо соблюдать касание. Ирина Федоровна, наш руководитель, она сама занималась детской танцами, поэтому... Наверное, у вас позвонок как раз-таки позвоночник. И вот ближайшие планы, как вы говорите, да, наверное, о том, что вы планируете ездить вот по всем улусам и как можно больше стараться привлечь... Ну, конечно, такое веселье, танцуешь и еще и поправляешься. Ну, ближайшие планы у нас, значит, развитие детского этнофитнеса будет, да, тоже уже в школах АИКО, тоже презентовалось как бы, да, уже занятия. Занятия. И новые движения. Мужчин хотим привлечь. Вот я хотела, я же про это и сказала, потому что национальное движение, танцы есть мужские, я знаю, мы когда-то в детстве разучивали глипутские танцы, и вот я помню, мужские, там сложные движения. То есть мужчин привлекать тоже будем. Тоже хотим. Дорогие мужчины, кто сейчас сидит у экранов телевизора, мы вас приглашаем. На танец, на танец. Вроде бы и на танец, но подтянуть, наверное, свою... Ну, там тоже осанка должна. Осанка. А можно ли похудеть, вопрос такой, занимаясь таким танцем? Мне кажется, можно, да? Да, да, можно. Ну, если ты час, представляешь, вот так вот сейчас двигаться, ты ноги, у тебя, во-первых, икроножные мышцы однозначно. Вот даже есть движения, да, горненькие-то. Они вот грудные мышцы, и вот с пятки, как бы, получается, спускаешься. И вот это все, да, качание, ну, ужас. Ужас, я чуть не сказала, да, потому что я себя не представлю. Час вот так вот все это держать себя, ну, очень тяжело. А будут ли какие-то, вот, допустим, в ваших планах массовые, вот, какие-то презентации? Флеш-моб. Да, как флеш-моб, вот, организовать где-нибудь прямо на площади Ленина, собрать там 100 человек и показать, что же такое сахает на фитнес. Ну, у нас в парке вот летом проходит, да. Или на студии? Проходят в парке. В парке, в основном. Отлично, то есть, ну, мне кажется, можно даже просто прийти... Можете вот на эсэхе тоже, тоже бывать. А, вы как бы в прошлом году были, да, в прошлом году тоже были. Встреча с солнцем, вот как раз там, вот этим. То есть, вы уже и такого своего рода артисты, да, стали, вы встречаете различные мероприятия, да, выступаете. Ну, здорово, да? А что бы вы могли пожелать вот телезрителям? Возможно, у нас очень большая аудитория, женщины вот сидят и не знают, чем занять себя. Вот пожелания какие-то телезрителям? Дорогие женщины, бабушки, приходите, пожалуйста, на наш Саха Этно Фитнес. Приходите, посмотрите, присоединяйтесь. И вы удивитесь, да. Получите удовольствие, да. Что это занятие? Ваше. В этом вам помогут активисты национального проекта Саха Этно Фитнес. Ну что, мы благодарим вас и, конечно, желаем вашему движению процветания. И дай бог, чтобы к вам присоединились как можно больше женщин. И главное, чтобы это вот именно процветало ваше движение, потому что это благое дело. Спасибо вам большое. Ну, Машенька, часто задаем вопрос, что такое стильная женщина, да? Не только стильная, да, стильная и эффектно стильная. Эффектно, сильно. Интересно, а что же думают наши горожане на эту тему? Не секрет, что одежда – это инструмент, с помощью которого можно привлечь к себе внимание и выразить себя. Нам стало интересно, как понимают словосочетание «стильный человек». Узнаем прямо сейчас. Стильный человек. Ну, тот, который одевается по своему вкусу, несмотря на тренды новые. Кто хорошо одевается по сезону, по погоде, как бы по своим, так сказать, в соответствии со своим телосложением, что хорошо выглядит. Без понятия. Человек, который имеет вкус, не знаю, в хорошей одежде, имеет грамотно распорядиться средствами, там, ну, не знаю, цветовую гамму подобрать, ну и так далее. Тот, наверное, который одевается по-своему. Бой стиль означает не носить паль и всегда смотреть, что в последнем списке мог. Ну, быть опрятным и сочетать вещи. Как он себя приносит перед другими людьми, как он одевается, это уже и стиль. Стиль самого человека. Ну, человек, который одевается не обязательно в дорогие бренды, а который может даже дешевые вещи хорошо сочетать. Главное одеваться так, как нравится человеку самому. Наследовать моде, правильно сочетать цвета. Иконы Силе для меня, конечно, оливляются звезды, например, Роналду и так далее, там, эти, актеры из Голливуда и так далее. Ну, самый сильный – это черный цвет. Я считаю, что самый сильный человек – это моя мама. Замечательно, да, сказала вот девушка в желтой курточке, она сказала, что самый стильный для меня – это мама. А предыдущий человек сказал, что самый стильный цвет – это черный. Самый стильный цвет – это черный? Ну, вот видишь, как разнятся мнения, что такое стиль. Один сказал, что это когда одеваешься так, как тебе удобно. То есть стиль, на самом деле, ну, наверное, мне кажется, знаешь, стиль, когда человека видят, и в нем кажется все гармонично. То есть он какой-то стиль преследует в себе и внутренний, и в одежде, наверное, все-таки так. Ну, то есть иногда же бывают стильные люди, ну, для кого-то прям суперкреативные. Вот ты смотришь, ты считаешь его стильным, но на себя ты этот стиль примерить, ну, никак не можешь. Ну, я говорю, то есть на самом деле вот стиль, в моем понимании, вот когда я, о, стиль наодет, когда у него все-таки есть какая-то изюминка, и он выделяется из толпы. Вот. Все-таки выделяется. А кто, говорят, вот икона стиля? Кто для тебя икона стиля? Ну, икона стиля, вот если своего, мне все-таки, ну, как у Шанель однозначно была икона стиля. Потому что настолько она блюла все свои фишечки, которые она себе делала. Лагерфельд, царство небесное. Маша. Что-то мне вдруг вспомнились все покойники. Маша действительно очень много знает вот именно в мире моды и всех людей, ушедших в мир иной. Слушай, я и хотела еще Макуина вспомнить, так он же тоже почилил. С точки зрения стиля и моды, она все равно о них помнит, и это здорово. Маша, ну, а я, например, думаю, что вот стильный человек, правильно ты отметила, что он должен выделяться из толпы, привлекать чем-то внимание, да, то есть он не должен быть таким, как все, да? Он как бы пропагандирует стиль, который несет, вот так бы я сказала. И служит для кого-то примеров, для подражания. Неважно, главное, он может даже не ярко одет, но он одет вот как-то стильно, короче говоря. Ой, Маш, мы после рекламы вернемся в нашу студию, и здесь будут происходить чудеса со мной. Оставайтесь с нами. Так, давай я на тебе... Ты знаешь вообще, что это такое? Нет, ну я доверяю тебе, Маш. Ну ты вторую руку аккуратно. Парашют, Маш, или что? Ну почти парашют. Одевается как парашют, осторожно. Даша, это ортопедический корсет. Вот, сейчас вот ты поймешь на себе все прелести ортопедического. Так, стой. Сейчас едем. Ой, мамочки, ой! Это вот тебе больно, да? Скажи мне честно. Больно тебе? Маш, Маш, что ты делаешь? Подожди, а теперь вот самое страшное. Знаешь, это на самом деле делают, даже упирая ногой. Маш, что происходит? Вот, слушай, слушай. Опа. Ой, бог ты мой. Бог ты мой, да? Ой, Машенька, а ты что? Там же микрофоны сзади. Я думала микросхема. А теперь посмотри, сесть можешь, дышать можешь? Вот так в прошлом женщины, ну примерно так. Примерно. Это понимаете, вот это полезный корсет. Посмотрите, он исправляет осанку, сколиоз. А в прошлом женщины были подвержены... Ты хочешь посидеть? Женщины на самом деле были, маниакально преследовали сохранение своей фигуры, исправление каких-то неровностей, и должно было быть идеальной формы тела. И даже слово корсет, это от французского корс. Вот сегодня, да, мы именно в рубрике Бемы Лазаревой поговорим о вот тех самых корсетах, которые были давно. Ну что, Маша, дышишь? Начинаем. Да, переходим. Ну вот мы подготовили несколько, так сказать, сюжетных картинок, которые могут охарактеризовать то, что раньше было с корсетом. Корсеты на самом деле действительно появились только для того, чтобы преобразовать фигуру, то есть сделать ее идеальной. Всегда считалось, что женщина должна обладать талией. И чем тоньше она была, тем эффектнее была ее фигура. И как-то раньше никакие врачи и диетологи не задумывались на самом деле, как себя женщина в этом корсете чувствует. Но корсеты появились еще в древней Греции и в Риме и имели совсем немножко другой фон. Там оголялась грудь, приподнималась. Они были в виде кожаных таких поясов. Действительно, вот корсета, он же так подтягивал все наверх. Да, совершенно верно. Ну корс, тело формировало тело. И вообще, вот, самое жуткое требование корсета, которое стали, значит, в средние века, это сдавливание грудной клетки и даже женские внутренние органы опускались анатомически вниз. Очень была высокая смертность третьей женщины, особенно, которые беременели и рожали, потому что корсет снимать было нельзя, соответственно, плод не мог развиваться адекватно, и очень часто женщины погибали. С ума сойти, красота требует жертв, наверное. Нет, на самом деле эта красота была навязана не только мужчиной, но и церковью. Потому что, когда корсеты появились уже, так сказать, в эпоху Возрождения, там инквизиция дала такой бой всем прелестям, что Даша забинтовывали грудь, делали плоскую фигуру. Корсет был с деревянными рейками, которые впивались в тело. Если мужской корсет, допустим, имел металлическую основу и носил, так сказать, ну, смысл такой, что защита от оружия, от ударов, там, меча, кинжала, то женский корсет, он должен был сохранять женскую добродетель. То есть она должна не прелюбодействовать, не соблазнять и ничего не делать. И корсет самостоятельно, и если это прелюбодеяние какое-то, то и любодейка, и любовник не могли расстегнуть самостоятельно, им нужно было там 2 или 3 человека. Это жутко совершенно. Вот с какой целью, да? Хорошо. Да, так было и такое. Следующую картинку можно на экран? Вот, уже в современности журнал ВОК провел такую тему небольшую о том, что как сейчас могли бы носить корсет. И у нас было несколько женщин, которые с измольства носили корсет, потому что если обычный человек оденет такой корсет, вот с такой талией, 33 сантиметра, это эталон. 33 сантиметра? 33 сантиметра. А я думала 60. Нет, вот так вот должны были руки смыкаться. Это как раз и есть тот корсет. Вот журнал ВОК провел такую фотосессию, там приняло участие несколько женщин, это в 1074 году, по-моему, ну, 70-е годы. Давайте дальше, следующую картинку. Да. И вот, Дита фон Гитц, она, значит, ну, бывшая невеста Мэрилина Мэнсона, такая очень одиозная фигура, которая сейчас входит такое мнение, что она даже удалила два нижних ребра, чтобы влезть в эти корсеты. Корсеты носит она с 16 лет. Ее талия составляет, по-моему, 48 сантиметров, то есть, ну, не такая узкая, но фигуру она свою блюдет именно корсетом. Не снимает его, снимает только на ночь и носит, вот, так сказать, приверженца тех времен. Далее. Вот тот самый корсет, который вошел в моду в средние века. Обратите внимание, шнуровка, но это вот здесь талия чуть больше. Шнуровали как раз-таки со спины, упираясь, кто-нибудь упирался ногой или там кто-то еще, и шнуровали даже при помощи столба. Шнуры заводили за столб, затягивали со всей силы. С ума сойти, Маш, дальше. Ну, можно следующую картинку. И вот он, мужской корсет. Мужчины тоже на себя попробовали женскую, так сказать. Это, ну, это тоже журнал «Волк», но мужчины носили подобные корсеты и дэнди лондонские в 18 веке, в 17 веке, у них были корсеты, и незабвенный Евгений Онекин, кстати говоря, у Пушкина, он тоже, если к нам почитать внимательно, он носил корсет. Корсет, дальше. А это вот женщина-современца Ширли, к сожалению, фамилия не знаю, у нее самая на данный момент тонкая талия в мире, 33 сантиметра. И все благодаря корсету? Да, совершенно верно. Она уносит корсет, опять же, его не снимает. У нее их 37. С ума сойти. Так, ну и вот, как та самая картинка, примерно как затягивали. Посмотрите, сзади паш, негритенок, который тянет служанку, и служанка еще, видимо, это муж или кто-то, я уж не знаю. Но на самом деле вот такое затягивание и лишение воздуха внутренних органов очень вредно. Корсет, то, что нам говорили девушки вот в магазине «Анна вечер», там, конечно, они не такие, они просто позволяют сохранить форму тела, действительно, без деформации. И сегодня мода на корсеты, она вернулась. Вернулась. Ну, не такие прям ужасные. Да, ну не такие жестокие, ни металлические, ни перелемные. Вот именно, я буквально недавно была поражена, я случайно попала на одну из статей, очень красивые корсеты, и насколько они круто смотрятся и классно. И я вот задумалась о том, что мне необходимо приобрести корсет именно красивый. Больше того, корсетные платья существуют, это считается элита и в высшей степени мастерство швейного производства. То есть они, как правило, наружные, и все строчки выполнены идеально. Ой, очень интересная тема, конечно, корсетная. Ну, а сейчас самое время перейти к следующему сюжету, который подготовили наши корреспонденты, а называется он «Иконы стиля». Если мода выражает чужое мировосприятие, то стиль – это способ подчеркнуть свою индивидуальность. А весна как никогда на это вдохновляет. Именно поэтому я решила рассказать вам о тех звездах, которые давно и заслуженно стали настоящими иконами стиля. Конечно же, открывает список обворожительная Одри Хёберн. Благодаря ей маленькое черное платье-футляр с черными перчатками и солнечными очками во все лицо стали символом элегантности и утонченности. Но также и в ней кино Одри всегда выглядела безупречно. Она надевала водолазку, приталенный жакет, укороченные брюки и балетки с присущим только ей шиком. Следующая девушка не менее популярна в мире кино. И она по праву считается одной из самых ярких звезд. И это Мерлин Монро, которая ассоциируется исключительно с соблазнительными образами, где слегка откровенное декольте и облегающий силуэт. Но поговаривают, что и в домашней обстановке она была не менее эффектной, умудряясь выглядеть роскошно даже в свитере и брюках свободного кроя. Да, кажется, стоит сменить привычные растянутые штаны на что-то более приятное глазу. Например, на мини. А кто же вел их в моду? Это была Твиги. Именно благодаря ей стали популярны короткие стрижки, длинные густые ресницы, худоба и андрогинность. А с полок во всех магазинах, как горячие пирожки, скупались платья-трапеции, короткие плащи, мини, цветные колготки и высокие гольфы, которые после этого практически не сдавали позиций. Своим стилем и по сей день вдохновляет следующая звезда кинематографа, которой в свое время пришлось сменить блеск софитов на королевскую жизнь. Грейс Келли покоряла своими нарядами. Можно охарактеризовать ее стиль как роскошная простота. Жемчуг, солнечные очки, шелковый платок, достаточно объемная сумка, перчатки, круглые серьги. Эти аксессуары, которые благодаря ей стали культовыми и которые актуальны даже сегодня. И завершает список икон стиля Мадонна, которая дерзко ворвалась в мир моды и решила диктовать свои правила. Мадонна постоянно меняет свой стиль на протяжении десятилетий. Кружевные ленты в волосах, измятые штаны, высокие кроссовки, множество браслетов на руках, леопардовые боди, конусный бюстгальтер – все это стало настоящим фэшн-явлением своего времени. Настолько это было смело, что не оставило равнодушным публику. Все звезды, которые были в этом списке, стали иконами стиля только потому, что экспериментировали с образом. Поэтому следуйте моде, но не забывайте о личных предпочтениях. Очень интересный сюжет. И действительно, тех людей, которые обсудила наша Риточка в сюжете, можно действительно назвать иконами стиля. Я вот говорила, что Мадонну очень часто, ее вспоминают, когда иконы стиля говорят, что именно она, как образ поп-индустрии, поменяла свой облик 12 раз. 12 раз. Маш, ну мы поменяем мой облик, наверное, после эфира. Мы же давай твою выкройку разберем. По этой выкройке ты мне сошьешь пляжный сарафак. Вот смотрите, вот эта основа есть у нас, которая вам в будущем поможет во всем. Я спинку не стала сюда класть, потому что я успею только объяснить, что такое лицо. То есть вы можете просто накладывать на ткань и, оставляя припуски, вырезать что-то. Допустим, изменить горловину, что-то сделать вот так. Здесь добавить длину. Эта выкройка называется основой. Еще проще, допустим, чтобы сгиб можно согнуть вот так. Здесь есть уже выточки, есть уровень талии ваш. Да, универсальная выкройка. То есть, а напомним, дорогим телезрителям, что это мы сделали из простой футболки, которую Маша натянула на меня, сделала мне тут выточки для груди, для всего. Ну, в общем, учитесь у Марии Куницкой. Ну что, на этом наш эфир подходит к концу. Мы не прощаемся, увидимся с вами совсем скоро. Город женщин всегда рад видеть вас. Bye-bye.